Послание Отца Абсолюта от 6 октября 2020 года Небесное воинство Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о силах света и на этот раз поговорим более подробно о том, что же собой представляет ангельское воинство Архангела Михаила. Кто эти воины и какова их роль в помощи человечеству? Почему я называю этих ангелов воинством? Только потому, что у них существует строгий порядок, подобный армейскому, и во главе этой армии стоит Архангел Михаил. В этой ангельской структуре очень много подразделений со своими начальниками, большими и малыми, но в основе их лежит непривычная вам иерархия власти и принципы слепого подчинения младших чинов старшим, а принципы единства и божественной целесообразности. И сейчас мы рассмотрим отдельно каждый из них. Что собой представляет единство в ангельском войске Архангела Михаила? Прежде всего, это единство цели, которое заключается в противостоянии силам тьмы. Каждый из этих воинов света сознательно выбрал служение во благо человечества, защиту людей от темных сил всех видов и уровней. Как же стали они такими воинами света? В большинстве своем это души, прошедшие долгий путь скитаний в мирах третьей плотности, как на Земле, так и на других планетах вашей галактики. Они прочувствовали на себе весь ужас кровопролитных войн и революций, боли и страданий всех тех, кто в них участвовал. В каких-то своих воплощениях они были победителями, завоевателями, других – порабощенными и униженными. Они рождались мужчинами и женщинами, познав всей постаси бытия в мирах низких плотностей. Постепенно, приобретая этот бесценный опыт, их души продвигались все дальше и дальше по пути духовного развития, пока не вышли на уровень существования в пятой, даже шестой плотностях. Находясь на этом уровне, они могли уже выбирать – вновь спускаться в мир третьей плотности или остаться на тонком плане и помогать людям в прохождении их земного пути, используя свой собственный опыт проживания на Земле. И многие из них выбрали второе, понимая, что с тонкого плана Земли их помощь человеку может оказаться гораздо более эффективной, поскольку отсюда они видят всю картину в целом, а значит их энергетическое воздействие будет целенаправленным и принесет человеку больше пользы. Кроме того, каждый из воинов Света Архангела Михаила сам выбирает направление своей деятельности, находясь в том подразделении, которым он может принести наибольшую пользу. И этот выбор нередко определяется опытом его бывших воплощений. Так, кто-то из них выбирает борьбу с демонами, астральными сущностями, гнева, агрессии, ненависти, а кто-то – зависти, ревности, жадности. Как правило, они работают с теми энергиями, которые когда-то принесли наибольшее страдание им самим и сражаются с сущностями, генерирующими эти энергии, тем самым оберегая от них человека. Как в мире темных сил существуют демоны всех видов негативной энергии, у которых в подчинении находятся целые армии астральных сущностей, питающихся этими энергиями сами и напитывающих ими людей, так и в армии Архангела Михаила есть командиры подразделений, специализирующихся на работе с той или иной негативной энергией. Но в этом ангельском войске все подчинено одной единственной цели – духовному возрождению человека и избавлению его от всего небожественного путем очищения его энергетического пространства от всех чужеродных ему энергии программ. Так, являясь промежуточным звеном между Архангелом Михаилом и Ангелами-Хранителями человека, эти преданные вам светлые существа несут свое служение, помогая вам продвигаться все дальше и дальше по пути духовного развития. По тому пути, который сами они уже успешно преодолели. А сейчас мы с вами поговорим о втором принципе, лежащем в основе деятельности небесного воинства Архангела Михаила – принципе божественной целесообразности. Именно он является главной отправной точкой во взаимодействии всех светлых сил с душами, воплощенными в физических телах в мирах третьего измерения. И Земля не является тому исключением. Как вы уже знаете, закон свободной воли соблюдается неукоснительно всеми существами, обитающими в высших мирах. Поэтому любое вмешательство в энергетическое пространство человека, а уж тем более в его судьбу, является для представителей сил света вопросом очень деликатным и тонким. Прежде чем такое вмешательство произойдет, ими просчитываются все возможные варианты развития событий. И только в том случае, если человеку грозит реальная опасность, и он сам или его ангел-хранитель просит о помощи, она приходит, и именно в том виде, который отвечает той самой божественной целесообразности. Чтобы вы лучше поняли механизм взаимодействия человека и воинов света архангела Михаила, давайте рассмотрим это на конкретном примере. Порой человек, вышедший на служение, а значит представляющий прямую угрозу для темных сил, подвергается сильнейшим атакам с их стороны. Как правило, сначала такой человек пытается защитить себя сам, очищая свое энергетическое пространство, гармонизируя чакровую систему, пытаясь удержать себя положительной и психологический настрой. Но если атаки не прекращаются, и он чувствует, что не в состоянии справиться с ними сам, он призывает на помощь архангела Михаила. Что происходит дальше? В зависимости от того, какой вид негативной энергии лежит в основе этой атаки, к этому человеку притягивается тот или иной военный начальник небесной гвардии архангела Михаила, чтобы оценить обстановку. И это очень важный момент, поскольку атаки темных сил могут нести в себе самые разные энергии, обиды, зависти, ревности, злости, агрессии, ненависти. Например, энергия сильной обиды бывает сродни агрессии, ненависти может стать смертельной для того, на кого она направлена. Именно поэтому воины света начинают свою работу с того, чтобы определить источник зла, вид негативной энергии, которую им предстоит нейтрализовать, и выявить тех сущностей, которые ее генерируют. Но всегда нужно помнить о том, что сам человек, как божественное существо, не способен причинить кому-либо вреда. Все энергетические атаки осуществляются астральными сущностями разных видов и уровней, которых этот человек привлек в свое энергетическое пространство негативными мыслями и эмоциями. И борьба сил света происходит именно с астральными сущностями, а не с человеком, хотя вина, а скорее ответственность за инициацию этой атаки лежит именно на нем. Итак, определив, какое из подразделений Небесной Гвардии должно быть в данном случае задействовано, воины света принимаются за работу, и на тонком плане происходит настоящая астральная битва, исход которой во многом зависит от того, в каком состоянии находится попросивший о помощи человек. Если он сам не одержим ни одним из видов негативной энергии, то, как правило, исход битвы бывает предрешен в пользу сил света. Если же он сам генерирует энергии низких вибраций, подпитывая тем самым силы тьмы, то его защита на тонком плане значительно ослабевает. Теперь вы понимаете, родные мои, почему я так часто повторяю вам о том, что нельзя отвечать агрессией на агрессию, обидой на обиду. Тем самым вы отдаете свою силу тьме, лишая себя полноценной защиты сил света. Всегда помните об этом и принимайте любой дар судьбы как очередное испытание, которое вы пройдете быстро и безболезненно, лишь в том случае, если не напитаете его своими негативными энергиями, а значит, позволите воинам света архангела Михаила оказать вам максимально возможную помощь с тонкого плана земли. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.